На первый взгляд, очень даже похоже на обыкновенный сталкер зов Припяти. Но это не так. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найтгвард. Ну что ж, ребята, 2017 год нас не отпускает, потому что вот состоялся релиз, вот совсем вот недавно, вот буквально, наверное, час назад, микромодификации, ребят. Да, микро, я повторюсь, мы с вами видели там всякие геймплейные модификации, глобальные, большие модификации, средние, даже мини-модификации, но это всё не то. Эта модификация именно микро, микро-нано-ультрамаленькая, то есть она в среднем проходится за 3-5 минут, если, конечно, поспидранить, то можно пройти, наверное, за секунд так 60, если очень постараться. Но при всём при этом, очень качественно сделано, на самом деле, мне кажется, разработчик просто решил немножко пошутить, так сказать, под бой курантов, вот под Новый Год выпустить модификацию, которая запомнится в году как последняя из тех, что выходило на сталкер. Не, конечно, его рекорд могут перебить, возможно, другие разработчики, которые, не знаю, вот бахнут какой-нибудь мод прям под самый занавес, то есть под куранты. А пока что, ребят, это вот, собственно говоря, последний мод в этом году на сталкер. Называется она... Я забыл название, ребят, как она называется. Блин. Ёлки-палки. Ладно, ребят, это не важно. Короче, сейчас просто эту модификацию пройдём, посмотрим, что там да и как, в эту очень картинечку модификацию поиграем. Новая игра, новичок, сталкер, ветеран, мастер. Конечно, на мастере, о чём речь? Несколько лет сталкеры не могли пробиться в центр зоны из-за так называемого выжигателя мозгов. Все установки способны разрушить личность человека. Так было до тех пор, пока одиночка по кришке Стрелок не нашёл способ отключить его. После отключения зомбирующей установки, сталкеры при поддержке подпольных торговцев начали осваивать северные территории. Первых интересовали деньги, а вторых – артефакты и информация о прошлом зону. Сталкер Бонзай соглашается работать на торговца по прозвищу Сыч. Его первым заданием становится поиск документов на территории склада контейнера. Бонзай, приём. Это Сыч. Думаю, ты уже на складе. Где-то здесь мародёров недавно видели. Так что веди себя потише. Понял? Нужные мне документы должны быть в мастерской на другой стороне. Всё. До связи. Не, на самом деле, ты даже не придерёшься, как бы всё ультра-кающественно вначале сделано, поэтому даже не потроллить. Работа насыща, ребята, собственно, развиваем мы северные территории... Чир-чир-чир-чир-чир... Ёпта, я ещё даже не пил, Новый год ещё не настал, я уже заикаюсь. Ладно, всё, собрались, ощетинились и поехали бить врага. Так, а модификация называется, ребята, я вспомнил как... БАНЗАЙ! Нет, не так. Как же она... Блин. Как же эта фраза произносится-то? БАНЗАЙ! БА-БА-БА-БА-БА-БА-ЗА-БА-ЗУ... Ладно, просто БАНЗАЙ. Я просто знаю, что в каких-то фильмах вот есть прям устойчивое выражение, как же эту фразу правильно прокрикивать. То есть, да, вот... БАНЗАЙ! Хер его знает, ладно. Так, фонарик есть? Отлично, значок свободы. Типа, анархия, все дела. Мы на, собственно говоря, складских территориях, контейнеры известны всем, собственно говоря, вдоль и поперёк. Нужно дойти до мастерской и забрать документы. Что у нас есть при себе? Нас зовут БАНЗАЙ. Мы, скорее всего, из Японии, либо же Кореи. Скорее всего, северный. Хотя, может быть, и южный хер его знает. Так, Заря, собственно говоря, Гайдюка. Что тут у нас ещё? ПММ, наиболее распространённая в зоне. На самом деле, ребята, вы, наверное, уже поняли, что я просто тяну время, как бы читаю всякую херню, потому что это модификация на 3 минуты. Вот, видите, молодой человек. Наверное, он лез куда-то, зацепился мизинчиком. Всё, как говорится, болевой порог у него был превышен. И умер от, собственно, болей. То есть, в голову прильнула жуткая боль, а там это спазмы головные, и всё. И блювнул кровью. Опять же, ребята, растягивай фьюр на время, потому что 3 минуты модификации. Надо что-то... Что-то надо делать. Давайте я вам расскажу анекдот. Так, анекдот. Блин, а я большинство анекдотов только на показ знаю. Там пробовочку там показывать надо. А есть же... Блин, а какие же рассказать-то, чтобы интересно было? Ладно, ладно, всё, идём. А то слишком время перетяну, и получится, что модификация не такая уж и короткая получилась. Так. Ну, а здесь надо просто идти, как говорится, не прикопаешься, сука. Трава, конечно, по коленку растёт. Сюда охерялся травы в зоне. Радиация. Радиация, конечно, страшно. О! Так, костёр. Это, походу, друг того второго парня. А это, слушайте, ну, тут, скорее всего, геморрой, конечно, как вариант, да? Либо аппендикс. Либо аппендикс с геморроем. Либо, я не знаю, ребят, что ещё тут могло, в принципе, произойти. Чё тут? А, отстудил почки. Сидел на бетоне. А ему мама говорила, не сиди, сука, отстудишь почки. Вот, всё, дело раскрыто. Так. Ладно, пошли дальше. Какие-то ящики непонятные. А, вот подъёмчик. Надо добраться, я так понимаю, до мастерской. Забрать там какие-то вещи. А, ну, мы уже добрались до мастерской. Слушайте, может, какой-нибудь круг, типа, дайте, не знаю, слазить ещё. Я не могу. Ладно, тогда идём просто до мастерской. Раз у нас вариантов больше нету. Радиации здесь, конечно, по-самой не хочу. О, страшные звуки. Полтергейст. Слушайте, всегда вот хотел узнать, а можно убить полтергейста с ножа или нет? Братан, дружище, стой, ёпт твою мать. Да погоди ты. О, попал. Можно, ребят, можно убить с ножа. Всё, это челлендж. Главный челлендж 2017 года. Я рассчитывал на большее, не знаю, там. Сейчас я ударил с ножа, он мне поебалу сковородкой. Превратиться в огромный титановый сгусток энергии или сгусток энергии в виде титана, и мне наваляет, и я буду всё это дело перезаписывать 8000 раз, но не получилось. Ладно, вот документы. Это мародёры. Сто процентов. Они вернулись. А мы безоружны. А нет, мы с оружием. Калашик тут... А нет, калашик, они тут патроны чистые и аптечки. Не понятно, зачем они нужны, но я заберу. Так. Тюка, 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 тюка! Опа, враги, враги, враги! Это враги! Тюка, тюка! Аааа, погодите. Какого хрена? Слышишь, братан, ну ещё раз, выстреляйте, пожалуйста. Давай, давай, давай! Аааа! Ааа! У меня просто... Не знаю. А вот и калаш, кстати говоря. Слушайте, а можно я его просто поставлю? Да, калаш... Сука, больно просто пиздец, братан. Я, я, походу... Ребят, я забрал силу полтергейста. Я, скорее всего, высосал его энергетическое поле и стал сам полтергейстом, поэтому... Не, ну я ставил мастера, я как бы ни хера ничего не трогал. Я... Вы сами всё видели. Это всё полтергейст. Он передал мне свою силу, и теперь я, скорее всего, не знаю. Сгусток энергии по имени Бонзай. Здорово! Ааа! Я даже собирать с них шмотки не буду, потому что какие-то уж слишком лёгкие парни попались. А вот здесь ещё один какой-то парень. Он, походу, стоял, слушайте, в очереди за лимонадами, вот этим советскими, что это, наверное, не многие про них вообще знают. А, это просто вода. Были ещё такие же с лимонадами, собственно. И это, наверное, один из тех парней, который полез без очереди. А вы знаете, какие мужики были в СССР? Вот именно мужики, которые, вот, батя такой, знаете, с сыном стоит, сука, на солнцепёке. Плюс 40, его что заебало, он хочет домой к рыбке сушёной и футбольчику. А он стоит, потому что малой хочет попить. И вот какое-то хуело влазит мне в межочереди. И вот тут ему прямо, сука, с двух сторон, с двух ног прилетает так, что вот все мозги размазало. Всё, ребят, дело раскрыли. Так. Блин, задолбал уже шмырыгать. Сопли, Новый год непонятный какой-то. Снега нет, зато сопли есть. Какая-то осень получается. А, это, как понятно, надо выбраться? Так я же нашёл документы. Документы. Старая папка с документами. Внутри мелким шрифтом написано адреса отправки и доставки, а также список грузов. В списке указана крупногабаритная техника, вроде ЭВМ и стабилизаторов. Доставлялось это в два места. Лабораторию X8 и лабораторию X20AOU. Здесь же указаны примерные гранаты этих мест. Классно. Так, а где выход-то? Слышишь, а меня тока может убить или нет? Я же теперь как бы вроде с густой к эвергии. Ага, не может. Классно. А, вот и подъёмчик. Здрасте. Куда идти, не ясно. Слушайте, но уже больше, чем на пять минут вышло. Я нормально так растянул хрометраж. Собаки завыли, ты смотри. Тихо. Глаза чёрные. Всё, что ли? Я так не играю, слышишь. А, вставай. Алё, ну ты чё? Как бы друзей позвал, что ли. Чё ты в одну рыло-то нападаешь на опытного сталкера? Я же вообще, типа, демон. Лютый. А где выход-то? А, замуровали демона, ты смотри. Так, аномалии. Это херня, это я чувствую прям, знаете ли, как нехер делать. Такие вещи я обхожу с закрытыми глазами просто. Эээ, походу тупик, да? А, нет, здесь... Аптечка, спасибо, дружище! Это чё, один парень? Эээ, ну тут херва, ребят, знает. Всякое могло здесь случиться, на самом деле. Даже не буду это дело разглядывать, ребята, так сказать, для вас. Раскройте его сами. В уходящем году у вас будет, собственно говоря, пару дней, чтоб разобраться, что с этим парнем стало. Куда идти-то? Чё, заныкали-то? Ай! Ладно, шучу, не больно. Так, отсюда я вроде пришёл. Чё, я заблудился, что ли? Как так-то? Ээ, алё! Выпустите меня! Сука, аптечку нашёл, и как нет, блядь. Это как так-то? Я шёл отсюда, ва. Или сюда. Да хер его знает. Ладно, пойдём дальше, куда-нибудь. Не, походу я так пришёл, или нет? А, ну да, я вот так шёл, короче, такой хобана. Потом такой хобана, хобана. Так, хобана, хобана, хобана. А! Тю! Так всё так просто было. Ёлочка даже, Новый год, все дела. О, опять наверх пойдём, отлично. Погоди. А чё ты не бьёшь меня, слышишь? Это ж химическая аномалия. Странно как-то. Банзай, ты достал документы? Отлично. Жду тебя на базе. До связи. Сыч получил документы о поставках, найденные банзая на складе контейнеров. Эти бумаги указали на местонахождение некоторых секретных лабораторий. Банзай продолжил работать у торговца, получая от него новые поручения. Но это уже совсем другая история. Чёрт-стори-сталкер. Банзай! Ну, ребят, на этом всё. Над модификацией работали Иван Картотека Эпифанов, знаменитый разработчик, ведущий программиста Шейн Штардат. Какой-то немец, походу. А геймдизайн Картотека и Вадим Вадичкус не успел прочитать. Программисты Яр... Целая команда работала, на самом деле. Слушайте, я тут, видите, как смеялся. А тут, как говорится, не всё так просто оказалось. И тут 3D-графика, ёпт, твою мать, нихрена себе. Позвали прям, слушайте. Круто, круто. Голос, кстати, этого парня знаю. Вячеслав Мурыгин, или как-то так фамилию, может, перепутал. Это вроде как, там, один из знаменитых этих... Не блогёров, как же, корреспондентов, занимавшихся сталкером, в принципе. Знаем, короче, такого... Тут, блядь, тут людей-то, ёпт, твою мать! Нихрена... И Карус музыку-то написал! Блин, ну тут даже, ребят, не придерёшься. Модификация очень короткая, непонятная, бессмысленная. Просто зашёл, прошёл, и, в принципе, там всё. Единственное, что я могу подвести в итоге, того, что я узнал реально нового. Это то, что вот в конце на заставке я увидел у Сыча на правой этой. Или это вообще был Султан, так и не понял. На правом плече у него была татуха Совы. Скорее всего, ребят, это в знак того, что он становился победителем, собственно говоря, какой-то из серий Что, Где, Когда. Ему вручали, собственно говоря, эту Хрустальную Сову. И считается, что он, как бы, магистр на фоне Друзья, там, Максима Поташова, Равшана Аскерова и так далее. Вот. Всё, ребят, всем спасибо за просмотр. Собственно говоря, с наступающим вас 2017 годом. Если вдруг какая-то модификация ещё в этом году выйдет, я, может быть, даже оперативно её сниму, но не факт. А пока что это последний мод в этом году. Всего вам наилучшего.